Готовились, песни пели, и про вас задумали, что просим спели. Ну-ка, дай вот эту. Ну поставьте мне троечку. Ну поставьте мне... Настроения не было у меня. Представляете, студенты опять на пары не пришли. Даже старость, да, эта, которая, можно я, можно я постоянно. Ужас. А почему? Кто не знает? Кстати, смотрите, а по-моему, вот один прогулщик. Ага, Николай, ну сейчас я ему и устрою. Подходите, Николай. Хармонопиль, хармонопиль, хармонопиль. Николай, а... Хармонопиль, хармонопиль, пиль, 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 пиль. Что, рекламу не стоит? Не, не. Николай, а подробнитесь мне объяснить, почему вы вчера не пришли на пару по аналитической геометрии? А, поэту? Да. Та вот, дежурная педагонату, цветы полить надо, да еще день факультета, вся группа готовится, понимаете? Ну, ну, когда же ходить, ну, понимаете, праздник такой, все, ну, как же ж, мы же как-то, мы без этого ж никак, мы ж пункенты без вас. Вот без вас вообще никуда, да? Да нет. Ну, как-то, вот, ну, туда-сюда, вот это вот активная работа, это активистская работа, это, понимаете? Вот, молодым я вам удивляюсь, вот вы думаете, все ваши вот эти песни, пляски вот эти поможет вам в жизни? Да, 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 да. То что? До сих пор, молодым. Да, 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 да. Да, да. Коля, у вас все готово? Да, конечно же. Так показывайте, посмотри. Боже мой. Коля, у вас все готово? Коля, у вас все готово? Субтитры делал DimaTorzok 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 И что вы хотите, чтобы я делал? Ну, мы тут поискали, посмотрели в соцсетях. Оказывается, у нас молодость такое делали, что вы и не выступали. Да, было дело. Как сейчас, помню. Лежим мы на пляже с Масляковым. Он мне говорит, ты, Макс, парень толковый. Главное, КВН не бросай. А я говорю, я, конечно, КВН люблю, но физику я люблю больше. Вот на этом моя популярность и закончилась. Ох, ладно. Давайте репетировать. Где там ваш сценарий? Добрый вечер! Так, Михаил Владимирович, подождите. Вот, я не могу понять. Мы ведь с вами уважаемые преподаватели? Ну, конечно. Зачем вы спрашиваете? Тогда почему? Когда мы на сцену вышли, в зале никто не встал. Ну, да, праздник же сегодня. Вот они все и расслабились. А давайте мы еще раз выйдем. И поверьте мне, тогда точно все станут. А вы в этом уверены? Ну, конечно. И топер нам в этом поможет. Давайте. Друзья, встречайте. Команда КВН преподавателей физико-технического факультета. Команда КВН преподавателей физико-технического факультета. Команда КВН преподавателей физико-технического факультета. Команда КВН преподавателей физико-технического факультет. Команда КВН преподавателей физико-технического факультета. Частою мы вернусь, Дом славянным, Светлым, красным, Садок и война падает, За тихи сходи славей воде. Счастья векам, Более славою завжди И кто там меньше, и университет, и университет. Что ж, добрый вечер, дорогие студенты! И вам, коллеги, привет! И как говорят у нас на факультете, не будем тянуть атомы за протоны. Давайте начинать! Друзья, наверное, как многие знают, что очень легко отличить студента-бюджетника от студента-контрактника. Давайте представим случай на физтефе. О, ребят, расписание давай, повесим! Представьте, случай в парке. Крош, сколько тебе лет? Четырнадцать! Согласитесь, если услышать на улице какую-то мелодию, то впоследствии она придажится и будет постоянно вертеться у нас на языке. Парень не подал виду, что испугался. Белые розы, белые розы Без защитной шипы Только Рюмка водки на столе О боже, какой мужчина Ветер плачет за окном О боже, какой мужчина Парень не подал виду, что испугался. Парень не подал виду, что испугался. О, боже, какой мужчина Ветер плачет за окном Дорогой, ты у меня такой смелый! Женщина-бухгалтер взяла своего маленького сына к себе на работу. Сыночка, давай за маму, за бабу. Все стоять, голова! За маму, за бабу! Человек, который очень сильно боится щекотки. Представьте, у одного из членов опер-отряда день рождения. Да, мам? Привет, сынок! Что, опять сам день рождения отмечаешь? Говорила я тебе, не иди ты в этот свой опер-отряд! Всех друзей там потеряешь! Да есть у меня друзья, и вообще-то я сейчас занят, потому что мы с ними на чику собираемся. Ребят, ну давайте отпразднуем мой день рождения. Нет, дружище, ты нас опять прокидаешь. Ты гидок! Да нет, ребят, я сейчас быстренько в магазин за тортом сбегаю. Вы пока ставьте чайник и готовьтесь. Да-да, пойдите. Добрый вечер, опер-отряд! А что это у вас тут? Распитие? Чаю попиваем. Чуваки, торта не было, а я водки купил! А что это у нас тут? Распитие, да? Это вас, наверное, выселят сейчас. И я один жить буду? Ха-ха, Снюха, Лёха! Представьте на минуточку, что все студенты, живущие в общежитии, стали жить по правилам студгородка. Ребят, ребят, а кто крайний? Я крайний. Да ну стоишь? Да со вчера еще! Да блин! Да-да-да, ребят, пропустите, пожалуйста! У меня днюха гости ждут! Чай нечем заварить, пожалуйста! А ну, отвали и в очередь встань! Пацаны, ваза, отмечали! Друзья, многие знают, что сейчас усилилась бдительность оперотряда. Но некоторых студентов это не пугает, и они продолжают испытывать и пользоваться всеми приборами. А некоторых студентов без этих приборов очень тяжело представить. Представьте случай на студсовете. Друзья, ты хоть понимаешь, что ты натворила? Ты отдаешь себе отчет в содеянном, несчастная? Да что я сделала? Представь! Что она сделала? Представь! Ты слышал, что твои студенты говорят? Ты дежурная! Ты дежурная! Ты знаешь, что такое быть дежурным? Дежурный! Это страж порядка! Это защитник безопасности! Это слуга закона! Это блеститель правды и защитник страждущих! Дежурный! Это связующее звено между двумя параллельными вселенными! Ты понимаешь? Да я... Я всего лишь на двадцать минут в душ вышла! Двадцать... Престуд, ты слышал? Двадцать минут в душ! Ты понимаешь, что дежурный на этаже это как ядро в атоме! Вот ты представляешь? Если бы ядро из атома на двадцать минут в душ пошло, что бы было? Хаос был бы, я тебе скажу! Что будем делать? Ну а что с ней делать? Она пост дежурного покинула и в душ пошла! Выселяем! Единогласно! Извини, ты опоздал! Присаживайтесь, коллега! Итак, друзья! Дальше у нас по списку... А, опять физик! Да! Курение! Да! Зовите! Аслана, обойдите! О-о-о-о! Наконец-то все те же! Главный враг бездрава! Ну что будем с вами делать? Пленай! Тридчасово! Тридцать это мало! Тридцать, конечно, мало! Тридцать мы за чайник даем! А тут курение! Да еще и не в первый раз! Аслана, что вы можете сказать? Своё оправдание! Ну что ж ты! Может, у меня период такой? Прям кляхи, но я уже третий месяц не могу сдать! За чёрт! А в чём? Не можно, я фандыкан! Своё оправдание! Ну да! Коллеги, давайте решать! Вы себя! Вы себя! Вы себя! Друзья, я понял! Курение шлило! Да! Да! Оставляем! Да, у меня помоется! Друзья, ну что хотелось бы сказать? Так, всем стоять! Коллеги, я останавливаю ваше выступление, потому что именно сейчас, и именно здесь я буду принимать за счет у своего студента. Все, спасибо, освобождаем сцену. Ну что же, Вова, заходите. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще не одобряется. Ну, и тогда. Ну, здравствуйте. Помните, помните, мы собирались вас начислить? Да, а вы мне пообещали, что на дне факультета удивите меня. Так, пацан сказал, пацан сделал. Да, можно я вот, понимаете, одному удивлять как-то скучно и грустно. Можно я с Толяном, а? Толяном, да? Да. А, Анатолий, конечно же, проходите. Вот, Максим Русланович, да, я вас слушаю. Как думаете, что должно произойти вот из той конструкции, которую мы сейчас вам покажем? А что думаешь? Да. Сейчас посмотрим. Анатолий, я вижу, вам помогает. У него не получается. Да. Очень интересная конструкция сейчас появится на нашем столе. Вот так вот. Вы можете все видеть на своем экране. А давайте так, Вова. Если у вас сейчас это не получится, то прям завтра я вас очислю. Так, но сначала скажите, как думаете, что должно быть сейчас? Вот, вот пушка, вот снаряд, вот заряжает, стреляет. Что? Ну, смотрите. Если пушка стреляет, заряд летит в ту сторону, пушка езжает в эту сторону. Правильно? Правильно. А я в кино видел, знамят летит, а пушка стоит. Ну, как это? Это ведь знамят снаряд, сейчас снаряд не будет. Вон, мне кажется, выиграли от весной улыбки. Как он? Захвал сохранение импульса. О, это что такое? Третья лекция, вон, ой. Вы простите, пожалуйста, не продумывая. Давай-давай. Это безопасно? Ну, кому как. Ну, а если вы не правы, Максим Русланович, хорошо. И если вдруг вы меня сейчас удивите, то я выдам вам диплом обогащание магистратуры. Красный диплом. Как вы это посмотрите? Мне красный Толяну Синей. Мне красный Толяну Синей. Поехали. Поехали. По-моему, пахнет отчислением. Толя тоже прогулял лекцию, видимо, третью. Проблемы с электричеством. Это к радиофизикам, чтобы я понимаю, да? Сейчас, 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 все нормально будет. А может, нужно заменить реквизит? А, ой, ой, ой. А вы сказали, поехали. А, не поехала. Подождите. А, не поехала. А что за стол? Почему не поехала, друзья? Я не понимаю этого. А я вам скажу. Вот, наверное, все знают профессора Башина, да? Анатолий Иванович, уважаемый человек, тоже общается с высшим разумом. И он говорил, в природе все устроено разумно, потому что правит высший разум. Он мне дал порогу. Я с высшим разумом пообщался, и высший разум один раз, для того, чтобы помочь мне получить диплом, разрешил нарушить закон сохранения и импульсать. Больше так не будет. То есть второй раз на этом столе, с этой же установкой у вас не получится. Не-не, у нас получится, но так, как говорили вы, у нас не может не получиться. Давай тогда. Я немножко отойду. Да. Все в предвкушении. Сердце стучит, я слышу. Спасибо. По-моему, как электрочайник в общежитии. Пока подожжешь чайник, чтобы ждать, да, пока нагреется? Да. Пойдем. Вот так. Максимилик. Вот так. Да. Ой, это тоже загадка. Диплом уже мой. И Толяна тоже. Нет, вот Толяна работала на диплом. Тут я согласен. А вот вы, Вова, пока вот, вот вы только рассказывали. Может, у вас есть еще что-то? А, вот, значит. Вот вам палочка. Микрофончик, пожалуйста. Вот вам палочка. Вот вам бумажечка. Разберите, пожалуйста, палочку бумажечкой, если вы такой. Палочку бумажечкой. Палочку бумажечкой. Ну, ведь вы сами знаете, что это невозможно. Ну, давайте продемонстрируем всем. Вот смотрите. Вот палочка. Вот бумажечка. Не получается. Вот. Давай с этого ухлю. Расскажем им, как это в жизни. Ну, с этой стороны. Где-то я такое видел. Кстати, кстати, это бумажечка, Марси Викторович. Вы проверили, какой уехал. Ну, я говорю, Вова, мы залетно-залетили. Бумага. Все заметили, да? Да, я думаю, сейчас ничего не получится, а мы просто очистим. Студенты все согласны с этим? Да. Как, ну, точно. Я абсолютно не понял. Да. На экране все видно. Наблюдайте внимательно, чтобы нас не обманули с вами. Угу, а ты не понял. Угу. Угу. Еще раз. Днем приклее. Успехом. Все. Обталяем, он тоже красный диплом. Хорошо. Но сегодня синий. Завтра красный. Угу. 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 Друзья, я думаю, чтобы было понятно, что это так ибо урако. Вот так вот. Друзья, я думаю, что тебя безусловили. Уними, уними. Заслужили на красный диплом. Вы его прибейте завтра в деканат, и там вам все выдадут. Спасибо. Спасибо, друзья. Орсана Сергеевна. У нас там большая хореография готова. Можете, посмотрите. Ну, наконец-то. Конечно, посмотрю. А еще, Татьяна, ну-ка скажите, когда вы мне сдадите блок задач? Нет, ну у меня все готово. Животно. Да не уже. А как же? В 7.50? В 7.50. За одну ночь. Как вы так? Вы же, она бы... Ну, никак. Кто вам помогал? Ну, есть у меня один друг. Физику знает потрясающе. Задачи решает классно. Вова Рузыков. Опять Рузыков. Ты посмотри. На пары не ходит, лекции прогуливает. Чуть не отчислили, но задачи решает профессионально. Ладно, тогда поставлю вам по максимуму и пойдемте смотреть уже хореографию. Пойдемте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка о наших партнерах. И я прошу обратить внимание на парня, который снимает нас на камеру, Евгений. Евгений, здравствуйте, давайте попал на дерево. Евгений, поднимитесь, покажитесь. Вот Евгений, который свет в зал. Евгений на самом деле вызвался за... В качестве партнера. В качестве партнера продолжать нашу инициативу, точнее вашу инициативу студентов, такое заснять на фотоплёнку, такое замечательное и важное мероприятие для каждого физика. Евгений, это оператор и фотограф широкого профиля, снимает абсолютно всё. Вы можете подойти к нему, пообщаться и спросить его, собственно... Любые ваши важные моменты жизни, свадьбы, выпускной, кстати, выпускной свадьбы тоже я могу провести.